здравствуйте уважаемые телезрители это программа час интервью я григорий антимония с большим удовольствием представлю моего сегодняшнего гостя он известен человечеству как псой короленко и я рад вас снова приветствовать в нашей студии мы с вами встречались пять лет назад но наверное нашей аудитории надо все-таки вас как-то представить и для меня всегда это представляло некоторую сложность поскольку такое безграничное многообразие ваших интересов талантов и их так приложений в общем создавала определенную проблему но я бы сказал так что вы замечательный музыкант поэт исполнитель собственных песен и не только собственных ну и вообще может быть я сказал так говоря ближе сегодняшним языком вы удивительный фрик вот с моей точки зрения спасибо на добром слове которые кошки приятно ну да мы с вами встречались ровно пять лет назад и был по моему замечательный и интересный для меня очень интересный разговор но по техническим причинам он в эфир не попал поэтому вольно-невольно я буду как-то возвращаться каким-то темам которые мы поднимали когда тем более что я уверен вы их уже давным-давно забыли и начать я хотел бы традиционно наверно с того что мы нырнем в ваше детство и я вспомнил фразу которую вы охарактеризовали семью в которой выросли сказали это обычно интеллигентская советская еврейская семья я напомню что да папа был инженер а мама принадлежала к более к творческой интеллигенции она была переводчик и редактор я не ошибаюсь да мама работала большую часть жизни редактором переводов на английский язык в агентстве печати новости когда-то прежде информбюро еще до того как она пришла туда на работу там работал ее папа мой дедушка он работал еще когда эта организация называлась информбюро он переводил на французский он был переводчиком очень активно работал в переводе он брал работу на дом он не ходил на работу он был такой довольно в каком-то роде нелюдимый герметичный человек я помню его за рабочим столом это был мой лучший друг детства марк михайлович ли он это его фамилия у меня по материнской линии у меня фамилия и он переводил на французский мама работала эта организация уже назывался п.н. агентство печати новости она работала редактором переводила переводчиком только в самые последние годы жизни она была трудоголиком не хотела уходить с работы выйдя на пенсию продолжал работать и тогда стала по большей части брать переводы до этого она работала круглосуточно редактором выпускающим редактора в общем назвать эту работу творческой как вам сказать смотря с чем сравнить это техническая работа она была пролетари умственного труда и всю жизнь была у станка можно сказать метафорически и что касается папы он конечно большую часть жизни проработал инженером а сейчас он живет жизнью свободного художника очень много играет в шахматы он всегда был заядлым шахматистом и вся семья по отцовской линии дедушка и дядя они шахматисты любители и в общем-то где-то это и мне передалось я с папой сейчас это одна из важных форм общения по удаленке мы играем с ним в шахматы и я хочу сказать что он умеет играть на мандолине он всегда очень красиво художественно рисовал он участвовал в различных конкурсах самодеятельности любит читать наизусть декламировать например и сейчас бывает где-нибудь в санатории вот несколько лет назад он ездил и там получил какой-то приз за декламацию наизусть стихотворения высоцкого ну песня вот про шахматистов только прилетели сразу сели он поет у него хороший голос то есть он как раз у нас в семье считается таким человеком который гуманитарий по духу артист по духу который по каким-то советским причинам стал вот этим вот как простой инженер как вот райкин в его миниатюре говорит и всю жизнь работала сказать как тогда говорили на свои 120 как простой инженер в основном больше всего любил чертить вычеркивать на ватман кульман я тут это анекдот вспоминаю нет вас ватмана нет у нас таких нет да нет я для кульмана и таких тоже нет вы не поняли я дизайнер видно что не иванов но вы знаете дизайнера такой-то анахронизм тогда этого слова нет такого слова не было анекдот явно придумал позже мы кто сказать кто из них был физик а кто лирик в терминах вот трудно сказать они оба были и папа дай бог ему здоровье есть и физики и лирики каждый по-своему а скажите вот в вашем понимании типичная советская еврейская семья чем отличалась от такой же советской но не еврейской вероятно во многом эти вещи сходились в ту эпоху многое еврейская секулярная культура еврейская народная культура еврейская культура рабочего движения начала 20 века инвестировалась в советскую жизнь прямо или косвенно особенно в некоторые формы популярной культуры массовой культуры например таких вещей как песни театральная песня кино песня детская песня а это же пропитывала ежедневную жизнь это происходило не только на сцене это происходило и дома и многие песни я прямо моментально вспоминаю вот про проект идешь glory тот самый который мы здесь в торонто много лет уже сотворяем сани штершес там есть такая песня у нас она становится естественно солдатской в соответствии с проектом но мотив для этой песни мелодия взял из замечательной песни глинки жаворонок песни это называлось а вы немцы и я придумана она была берты флаксман из житомира и сейчас вы услышите эту песню я и узнаете эту мелодию которой я ничего не скажу пока она выбрана она была для этой песни не случайно фундамент и кэрр мил хомэр вэлих лидер зиньгин азмэзол диганце вэлт мидд и лидер клингин между небом и землей жаворонок вьется потому что бабушка пела мне ее это папина мама у нее тоже был прекрасный голос она вообще все мои бабушки и дедушки умели хорошо петь и бабушка мне пела между небом и землей жаворонок вьется в качестве колыбельной а ведь песня это серьезная ее так она в русской культуре и в русской и в советской эту песню сразу принялся играть ленин владимир ильич когда лев термен привелся ему показать свой новый инструмент не больше не меньше то есть эта песня пронизывает два века русской и советской культуры еврейская на является лишь постоку поскольку поскольку с одной стороны для глинки она не была еврейской но в одной из его авторских программ которую он сам лично исполнял имея прекрасный тенор она шла сразу же после еврейской песни я вспоминаю текст эта песня на стихи кукольника но это перевод из байрона эта песня про то как пал туман на долину и там в рифму идет палестину я вам сейчас не смогу к сожалению продекламировать самого начала до конца я закончу свою мысль непременно потому что это очень важный контекст очень важный для глинки еврейский фольклор был важен он его изучал как и все народные фольклоры есть такой некий непрерывный континуум который связывает все фольклоры я считаю русский еврейский но еще более важно то что лемешев который исполнял эту песню он исполнял ее тенором ну у него был тенор есть такой вот миф что евреи могут петь только тенором он даже упоминается в повести казачинского зеленый фургон я хочу вам сказать что этот миф не случайно поскольку многие великие исполнители советские тенора в то время хаятаускас зиновий шульман саул любимов михаил хромченко александрович и этот ряд можно продолжить и пельбаум в их репертуар входили и и дышские песни и так сказать как условно говоря неаполитанские классика оперные арии как бы такие вот интегрированные в эстрадное исполнение в концертное исполнение и советские патриотические песни все это было в единым континуум это хорошая метафора для того как советская и еврейская сливалась то есть я эту песню в детстве слышал она была для меня и советской и русской и поскольку пела моя бабушка раиса исаковна епштейн она была автоматически и еврейской а а а а ПЕСНЯ Многие пели эти песни, это был единый континуум, и Лемешев, и Хромченко, это все как бы такая река, река, которая течет, и в ней, вот как светлой памяти, к сожалению, замечательный и очень любимый человек, художник Александр Ройтбурд рассказал мне как-то анекдот. Умирает старый еврей, к нему приходят рэбе, ему приходит длинная очередь, хотят задать ему вопрос последний, просят, чтобы он поделился мудростью, вот так. Он говорит, жизнь это река. Все шепчутся, почему река, почему река, и ему передают вопрос, ну почему река? Он отвечает, ну не река. Понимаете, и Саша Ройтбурд, он очень любил петь советские песни. Иногда в этом была какая-то полуирония, иногда в этом была какая-то полупародийность, но в этом было еще и то, что уважение к этой прекрасной музыке, к этому определенному такому вот советскому большому стилю, который пронизывает вибрации, многие реки впадают в это море. И в том числе еврейская вот эта тайхалая, еврейская речушка. Понимаете? И для моих родителей это тоже было важно, прямо или косвенно. Спасибо за такой интересный исторический экскурс, но я хотел понять, как это, вот это все, о чем вы говорили, как это трансформировалось или отражалось в жизни вашей семьи конкретно? Понимаете, я когда хочу ответить на этот вопрос, мне трудно сразу что-то вспомнить, пока я буду думать, вспоминать, обмусоливать в голове. А пока я помню так, определенный выбор слов. Мои родители, естественно, москвичи говорили на идеальном правильном русском. В нем не было никаких следов идыша. Но если ты лингвист и как бы очень хорошо владеешь материалом, лингвист в душе, я профессионально никогда лингвистом не был, можно проследить и увидеть, что некоторые слова несут в себе следочек идыша в предыдущих поколениях. Например, из двух синонимов выбирается тот синоним, который чаще использовала бабушка. Оба эти синонима прекрасные русские слова. Можно сказать удариться, можно сказать стукнуться. Можно сказать положил в карман, можно сказать спрятал. И то, и другое будет прекрасный литературный русский. Но одно из этих слов будет, потому что бабушка его чаще употребляла, а она его употребляла, потому что у нее был идыш на слуху. Это все уже забыто, а следочки вот эти, если копаться, можно их найти, и это будут какие-то совсем почти такие забытые тропы. И вот не столько даже предпочтения чего-нибудь непосредственно еврейского, сколько выбор из двух вариантов какого-то сравнительно более куда-то утекающего кидышу. Я понял. Я понял. ПЕСНЯ Вы как-то сказали, что вы помните буквально каждую минуту своего детства, и это делает вас счастливым. Вы действительно считаете, что, вот скажем, счастье в будущей жизни заложено в детстве? Мы говорим про будущую жизнь как, в смысле, по смерти? Нет, не про смерти. Нет, нет, нет. Какая будущая жизнь? Взрослую жизнь. Взрослая жизнь? Да, да. Ну, начать с того, что счастье каждый понимал по-своему. Это еще Аркадий Гайдар нас учит, что счастье каждый понимал по-своему. А что это значит? А Козьма Прутков ему вторит. Хочешь быть счастливым – будь им. Будь им, да. Я слово счастье не очень люблю, поскольку счастье – это как бы про то, что мне должно быть хорошо. А я люблю больше слова «радость». Это некоторое непосредственное чувство, которое или есть, или его нет в этот момент. Бывает, что и грустно. А счастье – это я счастливый. Как, счастливый или нет? Я благодарен. Я испытываю благодарность за все. Поскольку в жизни очень много прекрасного и мудрого, и все чему-то, любой опыт чему-то учит. Детство, как сказать, в нем были разные страницы. И травмы, как теперь модно говорить, очень важное слово в современном 21 веке. Но что такое эти травмы? Это опыт. Они подсказки какие-то дают на будущее в том числе. А, конечно, радость узнавания, так сказать, все вот эти первые разы, первое то, первое сё – это же все в детстве происходит. Оно, конечно, вдохновляет, возможно, и на всю жизнь. Только человек это не осознает, как правило. А если пофилософствовать, порефлектировать, мы это можем всегда выкопать в своем сознании и снова возблагодарить судьбу. А травмы вы помните? Травмы, конечно, я помню. Я ехал как-то на велосипеде трехколесном, и как полетел с него, разбил себе лоб, разбил себе нос, разбил себе губу. Возможно, было даже маленькое сотрясение мозга. И я помню, как тетя Нина, там на даче, это было в Болшеве, она меня подняла и стала говорить, ах ты, ласточкин хвостик. Она меня так стала, как бы, ласково так говорить, я это запомнил. Ласточкин хвостик. Это была мощная травма и психологическая тоже, потому что я впервые столкнулся с болью и внезапностью, с опасностью, с барьером. Эта травма не сводима к тому, что я рассказал, разбил нос, губу, иначе бы я не запомнил. Это еще и встреча с болью, какая-то встреча с неожиданностью, встреча с реальностью, если угодно. Но тут же был и человек, который меня приласкал. Это даже были не родители. Так случилось, что это была сравнительно чужая женщина. Вспоминая все, что я слышал о вас или от вас, вы всегда акцентируете на том, что больше всего в детстве вам дал ваш дед. А родители как-то, в общем, ну, это, я бы так сказал, я нигде не встретил упоминания о том, вот мама меня научила этому, папа мне дал это, а дед был фигурой номер один. Как это произошло? Почему так? Так, вероятно, это связано с тем, что родители были на работе. А бабушка, и особенно дедушка, который прожил дольше, хотя был и старше бабушки на 20 лет, он со мной был все время, все мое детство, он читал мне книги, он учил меня французскому, который я потом благополучно забыл, а через песни позднее снова вспомнил. Он передавал мне некоторые важные для меня в будущем, скажем так, формы хабитуса, как говорят, некоторого такого, вообще все, и походка, и движение, и мимика, то есть это была многоплановая ролевая фигура, вероятно. Я его просто очень хорошо помню, вот здесь есть фотография с дедушкой, это мой дедушка, вот сейчас я его найду, вот он, вот-вот, и бабушка здесь, вот я с ними стою, вот это мой дед, Марк Михайлович Леон, я его назвал Буйвол, потому что он читал мне книжку про диких зверей, там были буйволы, мне это слово понравилось, и я его стал так звать, а он смеялся, разрешал мне. Бабушку тоже назвали каким-то животным, но я забыл потом, какими, как-то это, а потом просто бабушка звал. И он так и остался, Буйвол, только я не знал, как пишется это слово, долго не знал, воспринимал на слух, и писал так, Бывол, через И. И если мы послушаем фонетически, то это имеет смысл. Ну да, да. Вот ведь я, мне лет пять здесь, это мой дедушка, это моя бабушка, и понимаете как, это мой друг, он меня очень много научил, и вот это тоже мой друг детства, кот. Кот, ну как кот, Митя был больше, чем кот, это существо как бы очень многоплановое, очень многоуровневое, он прожил со мной всю детскую жизнь, всю юность, и я не буду говорить, что он научил меня играть в шахматы, это научил меня папа. И до сих пор это сейчас со мной, потому что это очень важное упражнение ума, и важная семейная струна, и, кстати, очень еврейская в Советском Союзе, но и советская, и общечеловеческая, к вашему тому вопросу. Ну да. Если говорить о вашей последующей жизни, да, прежде всего о музыке, что он дал дед? Он меня, во-первых, влюбил в музыку, я у него на коленях прослушал огромное количество музыки, прежде всего в жанре, который стал моим, в жанре песни. И более конкретно, это был в больших количествах французский шансон, одно из основных влияний для меня, как для автора, как для артиста. В конце концов, вот этот даже альбом, Гибиар, это влюбимый певец моего деда. Это шансонье, который немножко забыт был до какого-то времени, пока мы, так сказать, с друзьями моими, близкими, товарищами, не восстановили его культурную репутацию, по крайней мере, в русскоязычном мире. Хроники аналоговой жизни. То есть тут мы вспоминаем детство, вспоминаем себя маленькими, здесь все участники проекта изображены маленькими детьми. И Гибиар, это мое, такой, не знаю, гештальт или импринтинг, или как правильно сказать, это была мечта годами, десятилетиями. Мне приснилось однажды, что есть какой-то невиданный его альбом, который никогда никто не видел, не слышал. Это детский сон. Там было, я помню, что там было слово «Люазо», «Птица». И я хотел, чтобы там была какая-то птица. И, вы знаете, годы прошли на то, что я и перевел его песни в соавторстве, или сам некоторые из них. И стал, в каком-то смысле, душой проекта по переводу его песен. Это для меня также и дань, будем по-французски говорить, оммаж моему дедушке. Не только памяти, но и присутствию. Кстати, маме тоже, потому что и она это наследие очень любила и ценила. И она умела тоже играть на фортепиано. Всю юность проиграла на скрипке. Одно время думала о такой карьере, но потом, когда родился ребенок, вы понимаете, о ком я говорю. Ну да, вы же единственная в семье. Как-то это уже пришлось немножко отодвинуть, к сожалению. Но как бы то ни было, как бы то ни было, это все, вот эта часть семьи мне передала. А отцовская линия и бабушка по отцу, они мне тоже передали. Они тоже любили петь и играть. Они тоже были музыкальные. Хотя это, может быть, не позиционировалось так настойчиво, как в случае дедушки моего. Потому что он мог сесть за рояль и начать играть по нотам. Я знал, что по нотам я так играть не научусь никогда. Но зато, может быть, я научусь, как тогда времена в те говорили, подбирать. Подбирать я научился. И мне мама советовала подбирать. Научишься, будешь душа компании. И это точно. По тем временам, да, абсолютно. Это тоже вот к тому, что дали родители. И мама, и папа, они меня научили в том числе быть душой компании. Скажет папа, скажет мама, Скверно ты себя ведешь. Во мне и дела мало. Знаю, на кого хочу я быть похож. На того, кто мне читает, С кем играем в мысли и вслух. Кто мне песенки внушает, От которых вам захватывает дух. Скоро сяду и поеду По доспере времена. Я обратил внимание на то, что, когда вы вспоминаете не только период детства, но и потом университет, И, значит, в дальнейшую жизнь. У вас нет никаких негативных оценок, Нет каких-то врагов, Нет каких-то серьезных препятствий, проблем. Это все в таком чуть-чуть даже восторженном, Замечательное детство. Мы это уже говорили. Потом благодарность музыкальной школе. Она мне много дала, там все было прекрасно. Значит, филфак МГУ. Это вообще высшее что-то такое На этом этапе жизни. Настоящий алмаматор. И так далее. И ваш учитель, Николай Иванович Либан. Это все так реально шло по вашей жизни? Такое ощущение счастья, радости? Нет, там было очень много. Было очень много всякой чепухи. Но это как ногти. Я их обстриг. И сейчас продолжаю стричься каждый день. Это гигиена. То есть это такое ваше жизненное крело. Так к этому относиться. Тут я вспоминаю кису Воробьянина. Ваша жизненная крело всегда. Это не Воробьянин. А кто это? Астап? А, это эти вот. Правильно. Это союз меча и орала. Совершенно верно. Правильно, этот царь кислярский там были, да. Ваша политическая креда всегда. Так вот ваше кредо. Всегда. И она так относится к жизни? Мне кажется, это просто разумно. Это все равно, что мыться, бриться, стричься. Вот в сравнении с ногтями не случайно же. Это же все клепот. Какой смысл их обсасывать? Точнее сказать, все, что они полезного могут дать, они дают. Весь этот опыт травматичный, так сказать, энтропийный какой-то, знакомство с реальностью, с ее изнанками различными, с ее, так сказать, всевозможными скорлупами. Это чрезвычайно полезно, так сказать, все-таки информирует тебя на разных степенях реальности. Но среди этого есть реальность, а есть еще и кое-что другое. Есть наши реакции, которыми можно овладевать, и они могут быть другими. Точнее говоря, это не значит, что там запрещено быть недовольным, упаси Боже, что запрещено отвечать «нет» миру в каких-то его аспектах. Нет, безусловно, это тоже все необходимо. Надо дать место и гневу, и отторжению, и развлечению дурного от хорошего, дружественного, от недружественного. Но, во-первых, необходимо экономить эти отрицательные ответы. Их нужно, во-первых, приберегать для действительно очень плохих вещей. Что если мы будем реагировать вообще на что попало, преимущественно негативно, то это и эпоха индивидуализма, в общем, к этому подталкивает наше новое время и постновое время. Но это чрезвычайно опасно и неразумно. И прежде всего мы растрачиваем эти силы. И когда нам нужно действительно, может быть, даже где-то дать отпор, мы забываем это сделать. Получается парадокс. А нам надо правильно распределять, различать действительно какие-то вещи. И, кроме того, владеть нашими реакциями. Владеть нашими реакциями. Не то, что надо быть каким-то в розовых очках, или добреньким, или каким-то там искусственно благостным. Нужно просто стремиться к целостности, некоторому целомудрию и благоразумию. Тогда у нас будет сравнительно адекватный ответ на реальность. Идеала не будет. Я не пытаюсь представить дело так, что я достиг какого-то там идеального, упаси Божья, баланса. Во-первых, это каждую минуту может измениться. Нужно по возможности следить за собой. А где-то и отпускать себя. Тут я уже вот вижу, что начинаю говорить банальности. Это знают все люди на свете. Я ничего нового, никаких Америк тут не открою. Да, одно дело, так сказать, понимать эти банальности. Другое дело, жить вот в таком понимании. Это немножко разные вещи. Понимание лучше, чем непонимание. Ну, это да, я с вами согласен. Как-то вышел погулять дядька на прогулку. Тут ему навстречу гулять, тетя тащить булку. На кого-то укуси, чем тебе не пончик. Он в ответ ей гаммерсы. Но есть один закончик. Скажите, вот в университете вы свое будущее видели как преподаватели, как филолога и преподавателя? Нет, в университете я жил моментом. Пойти на сачок, так называлось, ну, место на первом этаже, где все тусили, общались. Пойти на лекцию, не пойти на лекцию. Где-то переночевать, с кем-то пообщаться, прочитать какую-то книжку. То есть я, конечно, не думал ни о каком будущем тогда. Такого слова не было в голове. Ну, хорошо, но все равно вы окончили аспирантуру, да? Решил поступить в аспирантуру. Николай Иванович, вот Либан, мы сегодня вспомнили, он мне посоветовал. Говорит, обязательно идти в аспирантуру. А что изучать там? Ну, Короленко, он сказал, вы же только его читали. Он имел в виду, что я приличную библиографию составил только по этому писателю. То есть, скажем так, его я прочитал относительно полное собрание сочинений. По крайней мере, так должно было быть. Поэтому он сказал, что ты читал только его. Ну, вот это для меня тоже очень загадочная история. Поскольку, ну, скажем так, замечательный человек, да, Владимир Галатионович? Короленко, да. Короленко, да. Да, но, в общем, строго говоря, это писатель так условно, скажем так, второго ряда. А кто эти ряды строит? Ну, мы строим в своем восприятии, да, литература. Влияние, на нас влияют. Про него не написали творцы вкуса в тех лет. И нельзя сказать, что не написали. Сначала про него писали. В конце 19 века про него писал и Мережковский. Ему понравился сон Макарова. Учеником его в какой-то момент назвал себя Чехов. Точнее, Горький. Я говорил сейчас, но не случайно. Потому что Горький и Чехов в нашем сознании очень часто сливаются. Я хотел сказать Горький, а сказал Чехов. Чехов не мог бы назвать себя учеником Короленко. Чехов сказал про Короленко глупость. Он сказал, что если бы Короленко хотя бы раз изменил жене, на него были бы лучше рассказы. Это глупость и пошлость. Это как бы здесь Антон Павлович изменяет вкус. Либо он шутит. Ну, такая шутка. А Горький в какой-то момент назвал Короленко своим учителем, ролевой фигурой. В Нижегородский период Короленко он начинал то, что Горький потом продолжил. Известная фраза из произведения Горького «Человек, это звучит гордо». Многие смешивают со словами довольно-таки трагического персонажа Короленко, безрукого инвалида, которого выставляли на потеку публики. Ну, вот это вот человек, создан для счастья, как птица для полета. Это говорил именно безрукий. Безрукий. Но не западник и не революционер, а он просто некоторый такой разумный, целомудренный идеалист и гуманист своего времени. Кстати, вот когда я говорю про деда, они у меня как-то немножко сливаются. И эпоха похожая, дед чуть помоложе. И вы знаете, для меня это просто очень важное, не знаю, как сказать, устремление, кавана, интеншн, струна. И я это очень ценю. И Короленко для меня, и его рассказы, они несут в себе это. Те, так сказать, ранги, табель о рангах здесь ни при чем. В какой-то момент его потеряли немножко для большого канона. Как бы по разным причинам. Про него не написали формалисты, потому что они любили авангард. Короленко был упрямым реалистом в эту эпоху. Про него не написали еще какие-то советские авторы, потому что они были влечены другими, там, более большими фигурами. Еще Ленин в какой-то момент там подкузмил, так сказать, сказал про него нехорошее слово. И дальше уже как-то так про него стали писать, но уже он пошел больше струе в традиции диссидентов. Про него писали как про правозащитника, как про общественного деятеля. Сформировалась некоторая не вполне правильная установка, что он больше политик или общественный деятель, или журналист, публицист, чем писатель. Хотя, как очеркист, как новеллист, как живописатель быта, как реалист своего времени, и как теперь бы сказали, постколониальный, но применительно к России, наверное, постимперский, автор, открывающий характер, открывающий какие-то очень важные топосы в культуре. Он первым написал вообще-то про Америку без языка. Это первая повесть, написанная русским по Америке. Он первый был из тех, кто побывал в Штатах, в Северной Америке. Я не помню точно сейчас, был ли он в Канаде, может, даже и в Канаде он был. И он писал, знаете, про это, то есть про то, что сейчас важно. То есть он писатель 21 века. Вот эти каноны 20 века, которые выставили транжир, где что считалось крутым, что считалось более простоватым, это ведь все сейчас все равно перемешали. Посмотрим, какой сейчас канон. Короленко, может быть, в каком-то смысле, или он, или другой такой, он ждет своего часа. Поэтому я рад, что ношу его имя. Ну, хорошо. Кстати, сказать, история с именем Псой, она достаточно широко известна, да, поскольку вы не раз об этом рассказывали. Ну, может быть, напомнить нашим зрителям. Я могу говорить об этом часами, но скажу кратко. Потому что из шутки писателя в мемуарно-эпистолярных текстах он говорит, что его могли бы назвать таким забавным на современный слух именем Псой, поскольку это имя одного из святых, оно есть в святых, а в семье называли всех именами, пусть и редкими, Галактион отец, Иларион брат. И он пишет, мог бы быть и Псоем, если бы родился в день святого Псоя. Ну, понимаете, а святой Псой, Псой египетский, это один из основоположников монашества, и в этом смысле дается некая высокая серьезность, есть в этом имени, уводящая, так сказать, в глубоко православную традицию. А с другой стороны, она принадлежит миру комедий, скажем, Островского, Сысой Псоич, похожа на пёс. Получается такой конфликт высокого и низкого. Диалект мне очень понравился. Я вот это Псой-Короленко, вот я подумал, что так, наверное, можно называть подобного автора или коллектив, в котором он участвует. И так уже много лет назад. Это очень быстро стало моим, я называю это именем сценическим, слово-псевдоним я не люблю. Ну, давайте перепрыгнем эту историю и поговорим о том, когда вы запели. Ну, я запел, вот, наверное, в школе. Я стал участвовать в школьной самодеятельности. Скоро будет, если я не ошибаюсь, 30-летие поездки небольшой группы школьников, включая меня, в поселок Вензелитю Минской области в рамках некоего проекта, в который наша школа участвовала совместно с журналом «Юность», под эгидой журнала «Юность» группу школьников отправляли на стройку Уренгой-Ужгород в качестве такой своеобразной детской агитбригады, как бы с элементами культуры строяотрядов тогдашнего. И там, как бы, была и прополка, и прорубка сосенок, но обязательно была самодеятельность. Мы должны были писать песни, совместно с местными школьниками делать определенные капустники, определенные программы. Для меня это была первая поездка за пределы Москвы. И вообще первая поездка без мамы и без папы, без бабушки, без дедушки, а с группой, с коллективом, с людьми, да еще и в Сибирь. Это было путешествие на поезде, оно навсегда оставило впечатление для меня. И сейчас вскоре будет что-то вроде юбилея, вот в этой школе будут готовить серию, как бы, не знаю, презентаций, что ли, про эту историю. И для меня это еще один важный очень резервуар детской памяти, связанный, предвосхищающий образ жизни, связанный с путешествиями, предвосхищающий различные такие вот, не знаю, формы вдохновения, идущие от этого. И почему об этом сейчас вспомнил? Потому что именно там я впервые на сцене пел в том числе свои песни, а также вот некоторые советские, которые, кстати, попадают вот тоже в один спектр с какими-то еврейскими, в том числе, например, если взять Шаинского фигуру, он соединяет в себе эти две стихии. Он начинал писал и наидышские стихи музыку, потом стал одним из самых великих детских композиторов эпохи на русском языке. Понимаете, это все вот тогда, вот в школе еще, в старших классах формировалось. Я понял, что можно, возвращаясь к маминому термину, подбирать, быть душой компании, но не только компании. Есть еще и такая вещь, как сцена. Вот тогда впервые я почувствовал вкус сцены, когда свои тексты порождаешь, что-то делаешь на сцене, и там есть свои законы, там есть своя дисциплина, там есть свои способы выживания на сцене. Вот я в старших классах, детских, я это помню, уже началось. Это все пронес до сих пор. А когда появился вот этот совершенно особый, присущий только вам, пожалуй, этот стиль вот этой своей песенной культуры, я вспомнил, когда мы с вами разговаривали, я пытался подобрать слово, что это такое, когда берется отсюда, 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 что-то совершенно несовместимое, и в результате появляется вот то, что делаете именно вы. Я тогда сказал слово «Венегрет» и извинился. Вы сказали, да «Венегрет» — замечательная вещь. В общем, это очень хорошо характеризует, и это вкусно, да? Потому что «Венегрет» не положишь все, что угодно. Это только кажется, что все, что намешай, будет «Венегрет». Это будет «Венегрет» в ироническом, в саркастическом смысле слова. «Венегрет». А чтобы получился настоящий «Венегрет», нужно знать, из чего он сделан на самом деле. И я, конечно, не беру, что попало. Я беру очень много разных форм и пластов содержания, которые кажутся не связанными между собой, а на самом деле они связаны. Эти вещи тесно связаны между собой, они связаны художественно, неявно, имплицитно, так сказать, или не прямо, иногда косвенно, через другие вещи. Но они связаны. Я эту связь, во-первых, открываю, демонстрирую, раскрываю перед зрителем. Зритель мог о ней догадываться, но я еще, так сказать, дополнительно подтверждаю, что это связано. А еще, что самое главное, у всех этих вещей есть еще одно место связи. Это место связи «Моя голова и моя жизнь». Раз я это все слышал в детстве, оно связано как минимум через меня. Я могу про это рассказать. А значит, не только. Я же не один такой на свете. Значит, люди услышат что-то свое, каждый услышит. Вот так. Особенно сверстники. Но это и следующим поколениям передается на других уровнях. Где вы мои буквы, брусчаты мои волота, жены без парень руквы, выходит навстречу кто-то. О, гневная птица, трепещущее тело, ее ловность воротится, чтобы сделать так, как ты хотела. Словное не ломается, стертое не стирается, закрытое не закрывается. Словное не ломается, потертое не теряется, забытое не забывается. Вот это вы мне просто, так сказать, сорвали слово с языка, потому что я хотел сказать, что создается ощущение, когда слушаешь ваши песни и представляешь вашу жизнь, биографию, то создается такое ощущение, что каждая песня, это не только ее конкретный сюжет и наполнение, но и эта песня про вас. Это песня про меня, естественно, это реализм и автобиографический реализм. Например, чем больше в песнях контекстов из литературы, чем больше в песнях отсылок к другим песням, к массовой культуре, к высокой литературе, к высоким текстам, сакральным текстам, к фольклору, это не про то, что вот я так постмодернистски нашпиговал, смотрите, сколько помню текстов. Это про другое. Это про то, что я их все читал и слышал, они все в меня вошли под один текст, я влюбился под другой текст, я что-то понял для себя, третий текст меня привезли в больницу с аппендицитом. И ведь я не только один, я типический герой. По крайней мере, другие люди тоже их слышали в это время, эти тексты. Это среда, это плотно, это воздух, которым мы дышали, я его отображаю таким образом, рассказываю о себе. Значит, есть автобиографический момент, лирический назовем так, лирика. Но в то же время это не репортаж о себе, а это скорее более обобщенная, более конденсированная исповедь, которая будет, так сказать, уже рассубъекченная немножко. Это не просто про любимое я. Это скорее о том, что может связывать тебя и с другими. Тот услышит, что это про него. И тогда возникает от сердца к сердцу эффект. Песня – прекрасный носитель для подобного, скажем так, для подобного типа высказывания. Это, поскольку песня имеет еще мелодию, она имеет свои, так сказать, нехитрые, по внешней видимости, музыкальные границы, она запоминается легко наизусть, что и русской поэзии свойственно, и это дает, и дышской тоже, и это дает возможность влиять в хорошем смысле, и наоборот, и учиться чему-то у зрителя. – Ну, это, да, это, в общем, я примерно представляю. Вот, но, если говорить о том, что вы исполняете песни не только свои, вот здесь у меня иногда такое, знаете, ощущение полного ступора. Ну, как можно, допустим, вот один и тот же человек, он поет, допустим, тумбалалайку, да, по-своему, но поет, да, вот этот, этот и дышитский фольклор, да, поет текст Льва Толстого, да, и что-нибудь, ну, совершенно из каких-то, так сказать, библейских, да, текстов. Вот как это в одном человеке все это сочетается? – Я могу на этот вопрос ответить следующим образом. ответ на этот вопрос моментально приходит, как только ваш вопрос перестает быть риторическим, а становится равным себе вопросом заинтересованного человека. То есть вопрос, как же все-таки связана, как же все-таки связана песня на стихи точнее, это не стихи, песня на азбуку, на текст азбуки Толстого, озаглавленная, что такое искусство. Значит, здесь заявляется рефлексия по поводу того, что для одних искусство это одно, для других искусство это другое. Толстой не любил Шекспира, Толстой написал, что такое искусство, но поется не эта статья, а поется простой текст, азбука для детей, но он похож при этом на авангардный. Как у Льва Толстого соединяется такая авангардность, такого, как Толстой, который ненавидел авангард, считал его декадансом. А когда он пишет азбуку, оказывается, что это авангардное стихотворение. Пусть он сам об этом не знает, но он живет уже в 20 веке, хоть он и Толстой, но это уже 20 век, он перешел в него, так же, как мой дедушка, так же, как Короленко, он уже в 20 веке. А мы его еще переносим в 21. Как это может быть связано еще и с Тумбалалайкой? Через 20 век нам все перемешалось, и наши родители там жили. Это continuity длиной поколения или два. Мы это связываем, мы это связываем, все, через нас оно связано. И это связано драматично, связано очень интенсивно и связано очень информативно для людей, для потомков, если угодно. А как это все связано еще в третьей шуме? С псаломом они связаны, с псаломом все связано, потому что это один из исходных текстов культуры, прототипический текст культуры. То есть мы, если задаем этот вопрос правильно, не риторически, интересно, как же это связано в голове одного человека? Что же это должно быть? А задаем его практически. Будет уже сразу и ответ. Я еще не начал отвечать, а мы уже видим, что связей уйма, уйма. Важно только их увидеть. Это требует определенного доверия и заинтересованности. Ну и такой довольно серьезной интеллектуальной работы. Никакой работы не требует. То есть для меня, для автора. А слушать? Нет. Только сердце. Только доверие. Не идиоты же. Люди же все равно знают, слышали это. Это в воздухе носится. Он может точно не распознать цитату, но он примерно распознает ее. Примерно, если он сердце открывает, он слышал это где-то. Пусть он четко не ответит там вот эта цитата с 58-й страницы мертвых душ, но это и не надо. Это и не надо. Важно, что он поймет суть. Песня – это такой жанр, который передает не факты, а суть. Лгу, друг, рву, где вся все вру. Скажите, вот как публика воспринимала ваши песни, когда все это начиналось? Очень странные, новые, неожиданные песни. Давай, почему ты их не запишешь? Таких песен еще не было. Давай, пой, что ты все в компании поешь? Надо спеть уже где-то, где люди это услышат. Я вдруг обнаружил, что домашние записи переписывались с кем-то. Естественно, это меня... Это уже была магнитофонная... Конечно, меня это обрадовало и вдохновило. Я подумал, что действительно, почему бы нет. А когда в конце 90-х в нашу жизнь пришли одновременно клубы, профилирующие клубы, клубы, которые в чем-то воспроизводили традицию кабаре начала века, таких маленьких творческих сред, эпохи, так сказать, вот этого пресловутого раннего авангарда. Рубеж веков, он и есть рубеж веков. И тут же интернет пришел в нашу жизнь. Еще один способ саморепрезентации, очень тоже эффективный и дружественный мне в то время. Я эти песни тогда обнародовал. Первое место, где я пел свои песни, это было интернет-кафе-скрин. То есть, видите, сразу и интернет, и кафе. Вот клуб. Я сказал про два формата, про две платформы, которые в конце 90-х. Но все эти песни, не все, конечно, но огромное количество были уже написаны в аналоговую эпоху. Мной, допустим. Да, я уже писал их, когда был студентом, когда учился в университете. Иногда их даже пел. Реакция была положительная. Иногда была отрицательная, но это тоже здорово, потому что это контроверза. Это тоже радует. Нельзя, чтобы все хвалят, значит, слушают только друзья. Она, когда кто-то хвалит, кто-то ругает, это значит, что все очень круто и хорошо происходит. Главное, чтобы равнодушным не оставляли. Вот равнодушия я не встречал никогда. Никто не говорил никогда, что мои песни скучные. Вот это главное. Ну, это да, это я понимаю. Да. Конечно. А критика? Критика, любая критика. Слишком умная, слишком глупая, слишком много постмодернизма. Почему иностранные языки? Зачем абсцентная там табуированная лексика в ранних песнях? И так далее, и так далее. А почему потом ее нет? Куда она делась? Всегда найдут, что сказать люди, это хорошо. Это значит, что они равнодушны. Вот вы сами затронули эту тему, от которой никуда не уйти. А вот по поводу табуированной лексики, мне очень нравится, кстати, это определение, табуированное. Какую роль она играла в вашем творчестве? Она присуща языку, она присуща культуре, она присуща определенным эпохам в большей степени, чем другим. Она имеет свою поэтику, она имеет свою силу, и этот пласт языка, как и все другие пласты, играл соответствующую роль. То есть он в определенном духом времени он был навеян, он был связан с целым рядом процессов, которые долго перечислять, так сказать, как в высокой культуре, так и в низкой культуре. И как и другие пласты языка, он влился в песни, которые были честным рассказом о взаимоотношении человека с культурной, информационной, смысловой средой. И, в общем-то, ничего специального в этом нет. Это как все остальные слова. Но поскольку они являются табуированными, у них есть еще своя особенность. Например, иногда их все-таки нельзя произносить. И с этим я тоже работал, и в какой-то момент появились другие песни, где используются. Я даже не называю эвфемизмы. Просто другие варианты не хуже. И это прекрасно. Ну, у вас есть случаи, когда одна и та же песня может звучать с табуированной лексикой и без нее. Скажите, а вас никогда не обижало или не шокировало то, что вот если сегодня поискать там в интернете, да, вот кто такой Псо и Короленко, то, ну, где-то вот очень быстро, не скажу, что на первой странице на странице выйдет, а это тот, который матерится на сцене. Я знаю, я слышал об этом. Но у меня не так. Знаете почему? Потому что я есть этот Псо и Короленко, и когда я вхожу в интернет, то мне дают то, что там же контент-анализ свой есть. Когда я захожу в свой аккаунт, когда я захожу на своем компьютере, они мне дают самые софистикейт-эдвещи. Они мне не дают две-три песни, которые известны смешными словами. Они мне дают интересного меня. Самые интересные вещи. Вот это дадут. Потому что я с этим работаю, и мой контент-анализ меня знает. Но я слышал, что кто-то открывает интернет, и ему дают материал там 15-летней давности. Песня «Хорошее чудовище», там, с которой используется эксцентрическое слово. И кто-то, кто-то, может быть, кому-то посчастливилось запомнить только его. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Это нормально. «Хорошее чудовище» «Хорошее чудовище» «Хорошее чудовище» «Хорошее чудовище» Мне это немножко напоминает ситуацию, скажем, с ранними песнями Высоцкого, от которых он, кстати, никогда не отказывался. Вы знаете это прекрасно. Нет, какой смысл отказываться? И я не отказываюсь ни о чем. «Хорошее чудовище» это такой высший уровень стилизации. Но вы тоже не отказываетесь. А зачем отказываться? Это все прекрасно по-своему, потому что это отражает очень важные процессы в эпохе. Это связано... Это ведь, что ж, я же не один единственный. Это есть не только даже в современных жанрах, не только в постмодернизме, не только там в панк-культуре. Это есть в реализме, это есть у классиков, это есть этим полон фольклор. Я даже удивляюсь, почему об этом так много говорят. Этого не больше... Это еще одна часть очень широкого языкового спектра. Меня вот этот вот подход очень заинтересовал, поскольку вы, вот говоря о уместности использования этой лексики... Как и любой другой. Как и любой другой. В том или ином, скажем, литературном направлении, вы, скажем, сказали, что для бардов это абсолютно не свойственно. Кроме некоторых исключений. Ну да. Жанровых, специально. Да, да. А почему? Почему для бардов это не свойственно? Но авторская песенная поэзия имеет свои регистры, в которых она должна существовать, чтобы сохранять свою целостность и аутентичность. Несвойственно по жанровому коду. Это вопрос аксиоматический такой. Что значит почему? Тогда это уже не будет та авторская песня, которую мы знаем. Ну я бы тут, может быть, с вами немножко поспорил, поскольку, скажем, если мы возьмем вот трех великих бардов, то у, скажем, у Акуджавы этого не было совсем. А у Галича бывает. У Высоцкого редко. Очень аккуратно. А у Галича есть. А у Галича есть. Но мы знаем почему. Он в этот момент включает стихию некоего такого городского жителя, какого-то сказа, который необходимо включать туда. Эти слова служат определенным кодом. Он делает это аккуратно, разумно, осмысленно, в определенных правильных пропорциях. любое слово появляется в тексте, оно может шокировать или резать слух. Это может быть прекрасное слово роза или соловей, но оно будет резать слух, оно будет звучать хуже, чем любой мат, если оно вставлено не пришей рукав. Понимаете, тут все зависит. И это есть гамбургский счет. Но есть и духовные моменты. Эти слова имеют свои особенности, с ними нужно быть осторожными и нужно, если употребляешь, что в полном сознании того, что происходит. Но, если честно, это к каждому слову относится. К каждому слову. Все-таки есть праздноглаголы. Я согласен, по большому счету это все-таки. Вы сказали так, что это абсолютно адекватно для реалистов, панков, постмодернистов, естественно. Для фольклора. Да. Но еще вы сказали, что может быть в религиозном контексте. Конечно, в истории юродивых мы видим использование языковых табу в качестве элементов юродства. Мы видим это в качестве такого, значит, обнаружения через некоторое такое условное такую работу со стихией безумия и трансгрессии. мы встречаем. Кроме того, если посмотреть Библию и церковно-славянские тексты, просто статус слов менялся. Многие из этих слов, они же сакраментальные. Какие-то имеют сакральные происхождения, могут встречаться в сакральных текстах не в качестве бранных, они могут иметь некое высокое значение. Потом эти слова каким-то образом вырождаются в бранные постепенно. То есть это тоже существенно. Смотря как и где мы их встречаем. Правильно? Ну и что еще? Мы тут стили называли реализм, панк, что-то еще. Я понял, что, конечно, надо и про модернизм сказать. Ремезов. Мы видим в начале веков модернисты заклинания, в такой некоторой как бы ассоциации с язычеством, со стихией таких каких-то народно-языческих языковых структур. Там может быть заговоров или что-то еще. Тоже эта струя где-то сливается с стихией языковой эксцентрики вот этого табуированного языка. Ну и как вам сказать? Это же все, понимаете, язык это очень широкий спектр. В нем есть все. Главное, это тот момент, когда ты работаешь со словом. Что именно ты хочешь сказать? Где ты хочешь нарушить табу? Где ты хочешь соблюсти? это всегда вопрос твоей собственной дисциплины, твоего выбора, но еще и чутья к контексту. Ты должен все-таки говорить не стенки. Ты общаешься с людьми. Или ты общаешься с ноосферой, с другими текстами. Как бы входишь с ними в диалог. Мы говорим о гамбургском счете, это обычно вопрос вкуса, баланса, золотого сечения. Так просто не решить. Но не должно быть отговорок. А это у меня такой просто стиль. Это всегда звучит как нелепая отговорка. Тут нужно твердо стоять на ногах, знать, что ты делаешь, понимать ответственность, понимать ответственность перед искусством, между прочим. Основная этика для художника это гамбургский счет. Работала я в цирке, была звездою, ходила по канате, трясла на гамы. Пайрак, пайрак, в 17-м году. Пайрак, пайрак, в 17-м году. Была я белошвейкой и шила кладью, теперь служу в театре и стала актрисой. Пайрак, пайрак, в 17-м году. Пайрак, пайрак, в 17-м году. Максим Крагаус говорил в одной лекции, мне очень понравилось, он сказал, берегите мат. Это табуированные слова, их нужно употреблять крайне редко, иначе портится язык, портится мат от слишком частого употребления. Я, может быть, своими словами пересказываю, но мне эта мысль очень понравилась. Хорошо, давайте о другом. У нас на первую передаче осталось там 5 минут. Вот, вы очень широко используете в вашей музыке и в текстах заимствование. Самое разнообразное. Вот, что это такое для вас? Я считаю, что это отличительный признак искусства. Искусство, в котором нет заимствования совсем, это чаще всего не искусство, поскольку искусство это непрерывный разговор сотен разных людей, которые создают формы и передают формы. Все искусство построено на заимствованиях, на диалоге, на сквозных мотивах, музыке семь нот, поэзии семь слов и производных от них, условно говоря. Я не говорю сейчас про сцену и лексику, но я вообще поэтому я говорю, что, конечно, если нет заимствования, я не люблю слово графоман, я вообще не люблю вот этих слов стигм, да, но когда нет никаких заимствований, это странно. Это, не будем называть графоманией, плохое слово, но будем говорить, это какой-то, скажем так, в какой-то капсуле человек в своем соку, он велосипед тогда изобретет, либо вообще ничего не сможет сказать. Это, я просто говорю на общем языке с другими авторами, а у них уже есть какие-то пласты языка, которые я использую, это идиомы, это аксиомы, тот язык, на котором мы говорим, как ноты в музыке. Это есть не только у меня, это есть у любого автора. Может быть, я делаю это в каких-то песнях более откровенно, это, в свою очередь, связано с влиянием определенных авторов и течений. На меня очень сильно повлияли поэты, творчества которых я узнал в конце 80-х, в начале 90-х, хотя они могли писать и раньше, и в начале 80-х, например, Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов, Юрий Гуголев, Тимур Кибиров, который очень с песнями много работает, с текстами песен, цитирует, прекрасно, и многие другие авторы русского концептуализма последней четверти 20-го века не меньше повлияли и такие элементы цитатности игры языковой в произведениях классики 19-го века. Весь Евгений Онегин состоит, не весь, но пол Евгения Онегина состоит из цитата Центонов у Пушкина. И даже если мы не знаем, вот вы спрашивали, а что будет, если зритель не знает каких-то контекстов, должен ли он их знать? Но мы же не знаем, не всегда знаем, не все читали комментарии Лотмана и всех остальных комментаторов Конегину. Мы можем не знать, что он цитирует, но мы чувствуем, что он что-то там цитирует. Есть вибрация, что-то курсивом выделил. Я на сцене интонации выделяю. Мы понимаем, что это все, он не только от себя, он еще и передатчик. И любое искусство, такое искусство, ворованный воздух, сказал товарищ Осип Амельич Мадельштаб. Знаете, вот для меня, вот в вашем творчестве, скажем так, когда я встречаюсь с заимствованием музыкальным или в тексте, для меня это, знаете, как какой-то вот маячок. Конечно. Это мое, да? Конечно. Это вот, да, он мыслит так, и вот это я узнал. Да. И что-то такое открывается совершенно по-другому. Это пруфы. Пруфы. Это пруфы. Пруфы реальности. Это вот и пруфы. Да. Да. Наше время подошло к концу, и мы обязательно продолжим наш разговор. А я вам напоминаю, что у нас в гостях был Сой Короленко, музыкант и филолог. Всего вам доброго, до следующей субботы. Музыка. Субботы. Субботы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok